Всем привет! Новое видео о том, какие авито конченые, конченая площадка! Потом спрашивают, откуда там мошенники, там всякие, блядь, кидалы, еще что-то. Сейчас расскажу, что происходит. Вообще меня просто бомбит. Давайте начинать, поехали! Короче, суть в том, что я непосредственно работаю в небольшом магазинчике по продаже телефонов, аксессуаров. И действительно, в мою смену были проданы определенного рода телефоны, и люди были настолько благодарны за цену, за сервис и так далее, что, естественно, по нашей просьбе, то есть мы бережем свою репутацию и, естественно, как-то поощряем со стороны магазина в сторону клиента и просим людей. То есть потом, когда-то дома, они забудут, не будет некогда, еще что-то, они не оставят никогда отзывы. А здесь, по факту, в магазине, то есть во время покупки, если все понравилось, пожалуйста, напишите все, как есть, честно, без всякой там придумки, без всякой этой штуки. Пожалуйста, напишите все, как есть. Люди, конечно, ну, допустим, пять продаж, три человека согласились, да? Некоторые не соглашаются, некоторые говорят, мы там попользуемся, потом напишем. Суть не в этом, суть в другом. Честно, три написанных отзыва, из них публикуют один и два не публикуют. Естественно, мне как бы руководитель говорит, типа, Паш, разберись, там, то есть все, пятое-десятое. Мало того, что у этих конченых людей с Авито, их электронная площадка не работает, телефонная поддержка, просто туда звонишь, а там заглушка стоит, извините, голосовая поддержка не работает. Так еще помимо всего этого, они в чате просто пишут, Иди в жопу, дорогой продавец, который ты нам платишь, там, по 10 тысяч рублей, как бы, в месяц минимум, за то, что у тебя магазин официально, да? Это раз. За то, что ты вообще выкладывал объявления. За каждое поднятие объявления в топ, там, платишь по полторы тысячи, это еще ты дополнительно платишь. Если у тебя десятки объявлений, и надо выбрать, понятно, все не сможешь, но надо выбрать хотя бы по категориям, какие это еще дополнительно в каждую неделю ты листаешь. И, в общем целом, ты просто выкладываешь со своего кармана, как предприниматель, Авито, конченная площадка, просто конченная совсем, ну, нету другой, понимаете, нету другой. Юла, вот эта вся шляпа ВК просто заставляет людей оставаться на этой Авито. Авито пользуются мошенники, Авито пользуются люди, которые сидят в тюрьмах, разводят людей там на телефоны и на деньги, на авито доставку. Все это давным-давно уже на слуху, и ничего не происходит. Зато у нас топ-менеджеры, блядь, в Авито сидят, которые в Москве, которые получают по 500 косарей гребанных денег в месяц, просто-напросто не могут сделать площадку, вылизать ее просто как какое-то яйцо, чтобы они были не такие, как они есть сейчас, а вот такие, чтобы к людям, да. Я говорю, хорошо, ваша система, ну, типа, с одного IP, понятно, там, без проблем. Это уже человеческое обращение. Раньше работала система, я обращаюсь сегодня и говорю, здравствуйте, здравствуйте, все хорошо, вот у нас отзывы, у нас есть доказательства отзывов, у нас есть видеосъемка о том, что эти отзывы написаны. У нас все есть, блядь, люди, блядь, можно спросить, профиля людей можно, блядь, обратиться им. Они сидят в поддержке, можно в три секунды просто написать, в любой профиль, в личные сообщения, здравствуйте, подтвердите, пожалуйста, вы это делали или не делали. Все. Нет. Они пишут, нет, система определила, мы ничего вручную не обрабатываем. Я говорю, вы что, конченые, что ли? Я говорю, у меня на уках чек, у меня отчетность перед налоговой, у меня, блядь, выбита бумага, у меня везде прошли операции, только в конченом, сука, авито, блядь, техподдержка, как пидорасы конкретные могут, блядь, себя вести. Я подчеркиваю, как? Оценочное осуждение. Понимаете? Почему так происходит? Вот это я до сих пор понять не могу. Меня бомбит до такой степени, что ты нарабатываешь, нарабатываешь, потом просто кладешь член большой, блядь, на все это. И нахрен забиваешь, забиваешь. Пускай людей дальше, как бы, ведешь какую-то просветительскую деятельность, бесплатно рекламируешь этот сервис, как бы, снимаешь про них видосы, там, еще что-то делаешь. А они вот так вот, ну, условно говоря, вот так вот берут и делают. Почему надо быть такими конченными, блядь? Проверьте все руками. Это сделать в 3 секунды. Проверить руками и написать. Без проблем. Сейчас ответили. Знаете, что ответили? Мы заметили отзывы с Янаславой Харитона и Юлией Казнецовой признаками нагрудных, поэтому я не могу их восстановить. Мы не хотим, чтобы рейтинг покупателей могли оценить подходящего продавца. А продавцы с хорошим сервисом получали много просмотров и продаж. Поэтому следим, чтобы отзывы были от реальных покупателей. Блядь, так они, блядь, вот я прям так и пишу. Ай, блядь, они реальные люди и наши покупатели. Почему так несправедливо требуем восстановить? Просто, понимаете, у меня дело принципа. Но мы других, как бы, наши честные отзывы от реальных людей. Почему у нас, понимаете, мы других попросим еще как-то. Вопрос нет. Просто поддержка Авито. Вы конченые. Просто конченые. Почему вы не можете разобраться? Взять. Хорошо, окей. Предположим, чисто гипотетически, ваша система обнаружила, что эти отзывы тупо накрученные, как вы выражаетесь. Хорошо, это проверить в три счета. Первая сверка IP. Без проблем. Человек находится в магазине. Как вам такое? Бывает? Бывает. Вот такое бывает. Прикиньте. То есть мы до такой степени вылизываем ко всех клиентов. Кому-то преподносим какие-то сюрпризы, подарки приятные делаем. Какие-то дополнительные скидки делаем на следующие покупки или на аксессуары. Какие-то вещи вообще дарим. И люди, какие-то вещи помогаем настройками бесплатно. Где в сраном связном, где вот так вот любой отзыв пройдет. Где в сраном связном. Просто, просто, когда у них поставлена прямо цель, план разводить людей на деньги. Когда они берут заведение учетной записи по 7 900, по 10 900. В зависимости от модели телефона и от человека, который перед ним стоят. И ничего. И нормально отзывы проходят. Проходят отзывы. Тут, когда ты можешь проверить, если ты хорошо, предположим, вы видите, что назревает. Вот я пишу, и вы понимаете, что пользователь, ваш постоянный пользователь на протяжении 10 лет, с кучей выложенного товара, пишет вам претензии. Неужели человек с накруткой типа, блин, не прокатило, да? И будет дальше писать. Нет, ну вот мы знаем, что честные, честные отзывы, честные при нас оставлены. У нас есть, мы там, так так, вы понимаете, какой алгоритм? Там просто так отзыв не оставить. Там надо выбрать категорию товара, выбрать товар. Выбрать непосредственно товар, который вы купили. Загрузить фотографию того, кого купили. Поставить сколько звезд. Написать отзыв, несколько слов. И доказательство сделки. Доказательство сделки, это чек, где, блядь, пропечатано, что это ИП. И П, и магазин ИП. Вы, блядь, сравните. Просто магазин на Авито и, блядь, магазин, блядь, в чеке. Вы просто глазами за минуту сравните, и вы поймете, что отзывы, сука, не накручены. Вы че там, блядь, ебанулись все, что ли, или что? Почему должно, блядь, так бомбить? Почему я должен сворачивать себе кровь, блядь, полдня сегодня, обед, блядь, я с 10 утра, блядь, с этим Авито? Вместо того, чтобы заниматься, блядь, делами. Нет. Почему? Я не понимаю вообще, почему? Почему должны репутационные риски наши, должны страдать? Потому что какой-то алгоритм площадки, которой мы платим бабки, просто-напросто, вот так вот он подумал. С какого члена? Хорошо, алгоритм подумал. Это машина, большие данные, все дела, самообучаемость. Мог ошибиться. Я ручками вам написал. Ребятушки, проверьте. Я вам чеки скинул, я вам продажу скинул, я вам фиксацию, блядь, продажи в налоговой скинул. Везде все про канала. А на отзывы на Авито у нас пишут, что это накрутка. И никак не перепроверяют, просто не проверяют, не перепроверяют. Зато у нас топ-менеджеры, которые там вот фейковая новость недавно была, говорят, что у нас что-то там его там, это какого, наебали его на Авито, или это какая-то подводная утка была, или утка простая, бля, уже слова забыл, что там сына, не сына, там обманули на сколько-то сотен тысяч рублей. Так, конечно, если у вас, вы на мошенников вообще не обращаете внимания, вас пол, половина, блядь, Авито, это люди, сидящие на зоне, продающие, блядь, воздух, блядь, отнимающие у людей деньги. У меня товарища, блядь, хорошего, Сашу, блядь, Мордынского кинули, блядь. Просто взял, перечислил деньги, аккаунта нет. Чего-то вы как-то не ведете, блядь, разбирательство. Где деньги, чувак? Вы просто, просто слились. Тут сраный, сраный отзыв, да? Просто не могут. Два отзыва, честных отзыва. Вы, блядь, их восстановите. Как так-то? Почему поддержка настолько, вот понимаете, настолько? Где? Если вы говорите за алгоритмы, давайте, я просто уже не могу. Если вы говорите за алгоритмы, если вы говорите, что вы такие сраные, умные, как бы, почему вы не можете сделать таким образом, чтобы ваша система, в случае обнаружения какого-то, какой-то непонятной ситуации, перенаправляла вопрос на специалиста человека. Этот человек спрашивал у конкретно продавца или спрашивал у покупателя. Вы подниметесь тем самым, вы отсеете, вы сделаете себе работу лучше, отсеете своих левых каких-то моментов и просто сделаете качественнее. Ну, настолько кончено, я говорю, а вот чеки, вот все предоставляют людям фотографии, где невозможно взять и оставить магазину ИП на Авито, просто так, отзыв, доказательства сделки. Там фотография с чеком, где написан ННН. Как, я что, пропечатал чек, чтобы заплатить налог? Чтобы ссаны отзыв себе напечатать? А вы говорите о том, что у нас что-то где-то там развивается. У нас нет альтернатив, у нас была бы там Авито 2. У нас вот елу сделали, но никак. Короче, ладно, я пробомбился, хорошего дня вам. Подписка там, лайк, Дональд Даг, если что. Давай, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok